всем привет всем здравствуйте сегодня у нас почти роспись сейчас я покажу варианты дизайна прошлый раз вам показывала мраморные эффекты абстрактные варианты в кондексте свадебного маникюра а сегодня свадебный маникюр но уже такой цветочный романтичный вариант я приготовила несколько техник в конце если успею покажу саму конечно простую где не нужно вручную ничего делать вот но первых два варианта я покажу там где требуется ручная техника какая-то работы конечно же невесты у нас сейчас не все делают дизайн но мода однозначно есть хотя бы на большую длину потому что сейчас ценится фото видео съемка когда она не просто какая-то портретная полный рост а когда еще детали показываются вот обязательно когда ты получаешь на руки фото альбом свадебный когда ты получаешь на руки видеосъемку операторы часто захватывают сейчас руки и невесты если как бы фото и видео съемка будет то обязательно делают маникюр если у тебя классные натуральные ногти от природы понятно что их можно просто однотонно покрыть каким нейтральным цветом что делают частость невесты но 70 процентов женщин имеют ну как бы вот такие ногти от природы это при том что это еще это у меня длинная здесь ложа у меня на самом деле мое ложе изначально если бы я не носила искусственное покрытие оно еще более короткое естественно что приходится делать это обязательное наращивание поэтому сейчас женщина хоть раз в жизни но наращивает ногти именно перед свадьбой вот поэтому наращивание это актуально сейчас в рамках свадебного обслуживание однотонное покрытиеок кутикулон свободного края этих длинных ногтей но французский маникюр сейчас почему-то не рисует вот если раньше и свадебный маникюры значит сто процентов невеста будет делать французский маникюр то сейчас почему то свадьба это значит у невесты длинные ногти это может быть миндаль красивый но почему-то однотонное покрытие от кутикулл до свободного края, что-то такое вот красивое под цвет платья, там не под цвет платья, ну что такое нейтральное, молочное, нюдовое, вот поэтому я в прошлый раз вам показывала выкраску нескольких оттенков, которые идеально подходят просто для свадебного однотонного покрытия и хотела продолжить эту тему, показать еще 6 оттенков гириллака, которые тоже классно подойдут просто для нюдового однотонного покрытия, ну и конечно мы с вами закончим все художественной родностью, еще раз напомню, сегодня у нас с вами очень классный мастер-класс, надеюсь, что я уложусь и успею все это показать, потому что всегда, когда мы делаем какую-то ручную работу, она требует времени, вот мы начнем с самого сложного варианта, да, вот с этого мы начнем, это техника, мы ее очень часто даем, это старая техника, ее дают все преподаватели Эмми, если заходит речь о свадебном маникюре, вот, и такой вот с базовой художественной росписи, вот такой вариант, вот, но прежде чем начать рисовать, напомню вам, что у нас еще есть для однотонного покрытия, вот вы сделали невесте красивый миндаль, потому что, слушайте, ну вот с такими ногтями, ну можно, конечно, пойти замуж выходить, да, у меня будет красивое обручальное кольцо, но на фотографии это жесть будет, даже, хорошо, у меня сейчас не свежий маникюр, понятно, ну блин, неинтересно, они обычно, знаете, как мужская, женская рука, вот так как-то переплетаются и просто фотография, видео руки, жениха и невесты, поэтому, ну, обязательно наращивание надо делать, чтобы, во-первых, и фаланги по-другому будут выглядеть правильно, ложи по-другому будут выглядеть, 70% мы с вами не имеем от природы длинное ногтевое ложе, в большей части вот такое ложе длина, то это длинные, смотрите, какой красивый, классный цвет, например, для наращивания миндаль, да, сделать миндальное наращивание, холодный нюдовый бежевый оттенок, и у него благородный, именно жемчужный, не серебряный, смотрите, а жемчужный отлив, я очень люблю 353 цвет, вот, и если рассматривать именно с точки зрения однотонного свадебного маникюра, а это сейчас тренд однотонный, то лучше брать что-то вот такое, видите, интересненькое, 353 для однотонного прям идеально подойдет, следующий оттенок без блесток, но я его решила все равно вам показать, напомнить, что он есть, пишите, у кого вообще это ходовой цвет, 311, кто обожает этот оттенок, это очень красивая слоновая кость, вот прям такая, знаете, цвет слоновой кости, я, например, просто однотонный белый цвет, не знаю, на свадебных фотографиях, видео, на невестах не люблю, не знаю, почему, не могу это объяснить, вот, не то, поле то, скажем так, а вот этот 311, вот, идеальный оттенок, он и не белый, это и не нюдовый, это прям цвет молочной косточки, 311, очень красивый 418, это нюдовый оттенок, он средней плотности, он, кстати, не плотный, благодаря этому блестки, здесь розовые и сиреневые блестки, очень хорошо читается, это кто любит чуть-чуть повеселее, чтобы было, вот, благодаря тому, что этот нюд средней плотности, здесь блестки, они прям розовинкой, и размер такой средний, это не мелкий размер, жалко, камера, кстати, нифига не передает, что он розовым отливает, вам видно, что здесь прям розовые крупицы красивые, крупные, или не видно, в общем, если будете в наших магазинах, обязательно посмотрите живьем, 418, цвет на выкраске, если нет, то в Эмми онлайн, Эмми шоп, да, Эмми шоп.ру, просто поверьте на слово, это очень красивый цвет, так, 424, это однотонный нюдовый цвет, но он уходит в такой, знаете, я называю это цвета камуфлирующих баз, это такой красивый розово-бежевый оттенок, такой цвет румян, 424, офигенный баз, ну, он вообще, в принципе, база такая, знаете, база, то, чем люди любят покрывать каждый день, ну, в рамках свадебного маникюра, если женщина с роду, в принципе, не делала ногти, они, как правило, еле решаются на это наращивание, и покрывают, как правило, чем-то нейтральным, вот, и 424, для вот это покройте мне чем-нибудь неярким, да, на наращенные ногти, идеальный цвет, 424, настолько вкусные ногти получаются, они вроде как скромные с одной стороны, но благодаря вот этому оттенку они очень классные получаются, так, какой еще цвет забыла показать, 444 оттенок, это красивый тоже нюдовый оттенок, очень похож на, сейчас скажу, на какой похож, а, вот на 418, вот чем-то похож на 418, но чуть темнее и более плотный, вот, и блесточки тоже розовые у него, но, возможно, знаете, не так сильно блестят, потому что тот прям веселенький, блестит, так прям блестит, вот, здесь блестит не сильно, напомню, сегодня у нас мастер-класс, мы сегодня с вами делаем свадебные дизайны ручные, ну, наполовину ручные, как всегда, я же чуть-чуть, чуть-чуть вам, ну, облегчаю жизнь, видите, этот оттенок, он более, такой, знаете, как вот, чуть потемнее, погрязнее, хотя здесь тоже розовые блестки, но они чуть-чуть другого размера, так, дальше, последний цвет, 420, который я хотела вам показать, это такой, наверное, из них из всех самый яркий, насыщенный, такой, прям, чисто, смотрите, мой камуфляж, камуфлирующая база, и в нем офигенно серебряно-жемчужные блесточки, смотрится очень красиво, прям такой, знаете, серебро-жемчуг, видите, цвет такой камуфлирующей базы, это номер 420. Так, ну что, давайте делать с вами дизайн, начнем со сложного, на него больше всего времени тратится, поэтому я всегда с самого сложного начинаю, если хватит время, в конце покажу самый такой простой, где не надо ничего рисовать, вот, от вас ничего не требуется, здесь, конечно, требуется все-таки небольшой навык рисования, вот, напоминаю вам о том, что девочки, не ленитесь, периодически, хотя бы раз в год проходите художественную роспись, базовый курс, или какие-то курсы именно по росписи ручной, понятно, что мы не рисуем сейчас каждый день ручную, сейчас очень много стемпинга, декораций, столько всего кайфового, вот, но навык нужно не терять в художественной роспице, во-первых, это интересно, это творчески, что не всем клиентам делать декоративно, декоративные какие-то варианты, а делать в том числе какие-то с ручной росписью, так, давайте возьмем, так, наверное, этот светлый цвет, так, ну, давайте возьмем вот так, 418, с блесточками, блесточки, конечно, под матовым топом в любом случае потеряются, их видно потом не будет, хотя все равно при близком рассмотрении они дают очень красивый эффект, 418. Катя, в Питере есть ваши магазины? Так, я не знаю, может быть, портовики не есть? Отсушили, я буду работать двумя пластинами, смотрите, это пластина номер 4, прям запоминайте, если для свадьбы достаточно будет вот этих двух пластин вам с головой, это 4, а это номер 9, сейчас отлично посмотрю в каталоге, да, это номер 9, для этого варианта мы с вами возьмем вот эту вот розочку, и будет выглядеть, кстати, издалека потом этот дизайн, как будто я делала китайскую роспись, да, ванстрок технику, ну, чтобы время не тратить, я сейчас даже топ без липкости не буду наносить, я сразу отпечатаю на сухую дисперсию цветного гириллака, саму розочку, делайте специально только в центре, отпечатали, все, и весь дизайн, смотрите, внимание, делается сверху финиша, под финиш только вот сам контур, нанесли, и все, и дальше мы работаем с вами по матовому топу, вот очень важно понимать, вот такой сейчас эффект красивый растушевки, который получился у розы, только благодаря матовому топу, если бы глянцевый топ, это выглядело чуть-чуть по-другому, все, не было бы такого идеального растушеванного эффекта, и дальше мы работаем с вами краской без липкости, мы берем две кисточки, краска white raffinette, белый raffinette, кисточка 3km3 и кисточка 5.0kl, короче, линярка и красный соболь, все, приготовили, можно еще приготовить сюда же влажные салфетки, вот, ну, у меня что-то нет влажных салфеток, я, знаете, что, просто намочила влажную салфетку обезжиривателем, и вот здесь вот кладу ее, все, так положила, вот здесь у меня мокренько чуть-чуть, красочка, и поехали. Дальше начинается монотонная такая художественная растушевка, и пошли. Трафарет нам чуть-чуть облегчит задачу, сэкономит время, особенно кто не видит форму цветов, да, как бы вы не рисовали цветы, у вас это не роза, а гвоздика, поэтому я всегда говорю, девочки, не мучайте себя, купите одну пластину, это номер 9, здесь я не говорю, что куча трафаретов, трафаретов, цветов, ну, достаточно большое разнообразие, и работайте вот с этими контурами, готовыми, вам будет намного легче. Так, по Питеру я попрошу менеджера, чтобы вам ответили здесь потом, зайдите обязательно потом, я сейчас не помню, у нас был отдел продаж там, но был ли у них открыт там магазин, потому что там обслуживали именно менеджеры, но физический магазин был или нет, или нет. В общем, не помню. Все, и поехали. Дублируем контур, я буду периодически подсушивать лепестки, чтобы импаста схватывалась. Схватывается она за несколько секунд, потому что здесь слой тонкий. Поначалу будет казаться, что тяжело растушевывается поматовому топу. Я говорю. Я говорю. Звучит. Я говорю. Такая вот прям трудоемкая работа, мелкая. Эмпаста лежит очень тонко, схватывается она за секунды. Хорошо, я по делам про Краснодар тоже скажу, чтобы написали сразу же, потому что здесь же эфир мы сразу выкладываем через секунду, как только он закончился, и менеджеры ответят прямо здесь же в комментариях, потому что ваши вопросы все сохраняются. Я за это люблю контакт, что здесь, видите, у вас, ну как вся история нашего эфира с вами, общения, она вся сохранится еще и в комментариях. И вот так вот монотонно я подсушиваю. Люблю подсушивать, смотрите, кто-то скажет, что долго. Но мы же обычно не делаем по одному ноготочку, если делаем, то это два, например, на правой и на левой руке. Вы просто делаете конвейером по очереди. Сейчас мне, конечно, когда я делаю по одному ноготочку, не очень удобно. Здесь самое главное, не взять на контур много импасты. Вот так вот. рисовать все равно придется ручная работа ее здесь много да контур должен быть аккуратный не жердяйский вот но трафарет нам здесь поможет определиться с формой цветка с лепестками чтобы она получилась не детская эта розочка примитивная в стиле примитивизм хотя он сейчас имеет место быть стиль примитивизм не точно свадебном маникюре поверьте мне здесь нужно аккуратно работать поэтому если подзабыли я проходила прямые эфиры два дня что дать не делать я не поняла вопроса мы сейчас прямом эфире ими official word здесь аккаунт ведутся бесплатные эфиры по разным материалам вот что вы сейчас вы просто может быть имеете ввиду какие-то обучающие эфиры ими онлайн возможно вот поэтому здесь лучше написать тогда на аккаунт ими онлайн так то что вы не онлайн мы постоянно проводим эфиров очень много полезных я в том числе какая-то сделать и пожалуйста прямой эффект правда чтобы показывали появился такой классный виноград получился это мастер-класс из клуба вот поэтому кто куберы вот я могу этот просто мастер-класс продублировать и выложить вот в такой сокращенном варианте как я его смонтировала также себе на страницу а вы потом зайдете здесь вконтакте на мой личный аккаунт и посмотрите а так полную версию это в клубе ну хотя мне кажется там вот я короткую короткий вариант смонтировала там все прям предельно понятно скажите классный виноград так мне понравилось как получилось что я не удержалась и сделала короткую версию этого мастер-класса это обучающий прямой эфир который я проводила не так давно в нашем клубе эми арт клуб платный там подписка действует но она чисто символическая и называют три чашки кофе 990 рублей кому интересно вступить в клуб то что с нами там очень интересно клуб ведет анна грешенкова вот я там много чего показываю в том числе вот пишите здесь менеджеры потом сюда также прикрепят вам ссылки на вступление в клуб да вы проводили показали прямую фильм мастер-класс рисовали на ногтях только я дианова пишет что в клубе все крутые темы да мы стараемся там много всего я для картины для вас там пишу господи мне кажется в университете столько техник не проходила сколько я вам дала в клубе за последний год клубу не так давно исполнился год уже как год 12 месяцев клуб существует мы хотели сначала только год этот клуб вот но сейчас решили пока продлить еще на год будем делать этот проект там у нас и прямые эфиры и кстати знаете что он не рассказал у нас сейчас классное предложение девочки прям внимание у нас в эми онлайн ой в эми шоп или через дистрибьюторов так я не поняла наверное через менеджеров по работе с салонами красоты акция это апгрейд баз и топов где вы сможете принести свои ненужные флаконы баз и топов и обменять их на скидку которая будет действовать на покупку базов баз и топов вот как вам такой апгрейд я уверена что у многих есть ненужные флаконы баз и топов приносите в офис вашем городе понятно да сейчас сама вам сказала про этот апгрейд это скорее всего апгрейд в рамках живых офисов эми ты там где есть представители живые через онлайн конечно же это невозможно сделать физически базы любой фирмы до помните у нас одно время мы делали обмен старые флаконы цветные гель-лаков ненужных вот обменивали тоже на скидку при покупке цветных гель-лаков уже эми вот ну не знаю у нас хорошо эти акции заходят вот сейчас мы придумали всегда на цветные гель-лаки делали а это в рамках только базы топов приносите ненужные базы топа и обмениваете их на скидку которую примените также при покупке баз и топов только уже эми так смотрите суши и здесь я вам предлагаю добавить еще им пасту виде стемпинга по кругу я знаете когда розочку нарисовал там все же думаю что-то как-то пусто и смотрите как прикольно им паста стемпингом лежит она же тоже глянцевая стемпинге получается плюс не так объемно но тоже круто как раз сейчас я вам напомню как делать стемпинг эмпастой первое правило не берите новый штампик изуродуйте испортите эмпаста не ляжет она будет сворачиваться на новом поэтому берем такой вот который уже знаете такой старенький такой вот весь липкий матовый и делаем работу все вот этим ненужным штампиком у меня чисто для эмпасты лежит берем пластину с орнаментом давайте вот этот орнамент смотрим внимательно отличие есть лаком краской лаковой да когда мы работаем лаковой краской для стемпинга это один вариант работы когда мы работаем краской гелевой это вообще совершенно другое втирающими движениями наносим этот же цвет импасты напомню что импаста у нас есть в наборе и там есть больше оттенков отдельно продается сейчас только белый и черный цвет импасты так смотрите желательно это сделать прям вот в два прохода один раз и с нажатием второй раз отпечатываем смотрите не прокатывающим движением а вот так вот отпечатали так если есть грязь где-то смотрите влажной салфеткой протираете тут уже скотч вам не поможет да и пошли движение не перекатывающие а прижимающие ой как красиво ти господи какие же вы классные у меня получились сегодня так нравится дизайн который сегодня получился так и в лампу кладем остатки не убирается обезжиривателем смотрите лучше взять этот штампик и вот так вот засунуть в лампу сейчас у нас там полежит полежал краска высохла все и берете все так чистите понятно разницу увидели да кто пропустил пересмотрите еще раз эфир все и смотрите что у нас с вами получается разные бежевые оттенки кстати очень такой нежный не яркий вариант дизайна так второй вариант чуть попроще но тоже требует от вас аккуратности тоже нужно уметь чуть-чуть рисовать покрываем давайте с розовинкой покроем гель-лак например возьмем 420 гель-лак суши дальше берем какой-нибудь орнамент например пластину номер 4 возьмем такая гирлянда красивая это все классно это все для свадьбы просто идеально так сейчас работаем лаком снова нам понадобится с вами молочный топ помните что у нас вышло 4 классных топа молочные розоватые нюдовые и эти стопы прям топ без липкости и можно брать базу молочную а можно брать топ я сейчас в последнее время стала топом работать вместо базы молочной когда мне нужно перекрыть свой первый слой дизайна как я и говорила ведь разница когда мы работаем лаком не перекатывающими движениями все снимаем перекатывающими движения и теперь берем с вами либо базу молочную я стала последнее время молочным топом делать это очень удобно перекрывайте чтобы приглушить рисунок чтобы он был не активный можно даже как базой слегка в центре даже нарочно замотить за чуть-чуть замоделировать собрался этот топ в центре и сильнее приглушил первый слой рисунка суши снова берем какой-нибудь цветок из трафарета свадьба там это лилии хочется и розы почему-то на свадьбу даже смотря что смотря что у невесты на платье на самом читается я помню когда бытность моей работы мастером маникюра я всегда просила фото ткани мне чтобы показывал клиент тогда я прям идеально подстраивалась под платье я старалась оттенок подобрать отлив покрытия и рисунок старалась сделать максимально испортила розочку так ну ладно сделаем и прям в центре просто тупо отпечатываем и перекрываем матовым топом тоже дизайн делается заключительный этап сверху финиша тут самое главное м пасту не налить а тоненько нанести она все равно будет хорошо читаться и здесь тоже красиво будет если вы будете делать это все аккуратно топы до без липкости все вот эти вот мелкие смотрите у нас я сейчас милк брала есть еще тендер есть pink и есть без они все без липкости напомню мы проводили уже много эфиров и французский маникюр рисовали смотрите это все толпы без липкости по качеству напоминает prime top у кого есть наш prime top это у меня сейчас любимый наш топ вот на основе него вот по химическому составу вот эти топы похоже не прям конечно один в один но прям близко очень эти как удобно это тупо так все и также берем белый рафинад пошли рисовать тоже аккуратно да мы сделали с вами трафарет это мы только себе чуть-чуть облегчили жизнь но в любом случае ваша задача все это аккуратно теперь заполнить чтобы было аккуратно я буду подсушивать потому что когда ты подсушиваешь и делаешь следующий лепесток м паста не сливается друг с дружкой лепесток лепестков что здесь важно сделать будет час расстояние между лепестками я в принципе особо на контур не обращаю внимание здесь без фанатизма где-то захожу на этот контур где-то не дохожу камера сейчас так как увеличила типс в три раза вы должны понимать что вам только кажется что я нарис рисую жирно объемно на самом деле роспись плоская этой краской она объемно выглядит за счет того что поверхность матовая создается такой обманчивый эффект объема если паста где-то пошла пузыриками ничего страшного это значит в этом месте чуть-чуть толстовато нанесли все и вот так вот аккуратненько аккуратненько монотонно двигаетесь вот сейчас можно подсушить скажите вы им пасту разбавляете с гель-лаком белым в данном случае не разбавляю это разбавляя если рисуешь французский маникюр у нас очень многие преподаватели мастера им пасту мешают с гель-лаком белым и рисует французский маникюр вот но я сейчас делаю художественную роспись эту роспись я не планирую перекрывать ничем и соответственно мне нужно чтобы у меня поверхность была без липкости и добавляйте сюда но гель-лак точно не хочу потому что это будет все липнуть поэтому если чувствуете что м паста густовато вам некомфортно да особенно тонкие линии иногда некомфортно рисовать вы разбавляете т-клосом прям запишите себе если хочется разбавить им пасту и вам важно чтобы у нее остался глянцевый эффект после полимеризации да чтобы нет не было дисперсионной пленки то разбавляем мы топом топом без липкости в принципе можно и прайм взять вот но я уже по привычке привыкла я т-клосом разбавляю но в данном случае ничем не разбавляю я чисто рисую я обычно разбавляю знаете когда мне нужно тонкие линии батюшки это что ж такое черный список оля и монотонно с вами работаем слушай зайди срочно в эфир где я сейчас веду и поудаляй комментарии ты сейчас увидишь сама все где-то смотрите я нарочно пропускаю почему потому что если настолько какие-то мелкие детали там я понимаю что нет смысла пытаться их продублировать правильно как это присутствует в самом рисунке я их видите взяла объединила в общий лепесток один учился такой бутон внутри прям вот кисточка кстати должна быть максимально тонкая вы должны понимать да потому что если кисточка будет грубоватая очень тяжело будет вот эти все мелкие детальки прорабатывать простой же вот этот вариант росписи по сравнению с предыдущим простой времени он точно занимает чуть меньше и не нужны такие прям совершенные навыки здесь самое главное просто аккуратно все это заполнить дальше можно дополнить композицию листиками уже от себя тоже в таком трапаретном виде и очень красиво смотрится на заднем плане приглушенный рисунок стемпинга да он не такой активный не на всех дизайн может быть с этой розочкой дать все остальные ногти они могут быть просто перетянуты молочным топом и внизу стемпинг понятно что с молочным топом кстати быстрее такой дизайн делать чем если база перетягивать что под базу все-таки нужно оставлять толщину под топ не надо и это будет дизайн под последний слой геля теперь можно стразиками это все украсить а прайм топ пористый или нет ну я бы не сказала что он пористый он знаете как что-то среднее вот например теклас наверное можно сказать что он пористый хотя все равно я не считаю его пористым ультрашайн вообще не пористый да это абсолютное стекло его рекомендуют и на классические системы под французский маникюр особенно а вот прайм топ я бы его поставила между ними где у меня тут прайм топ я бы вот так поставила этот вообще не пористый слушайте наверное прайм топ все-таки не пористый нет он не пористый хороший я очень люблю прайм топ я все делаю сейчас прайм топом так давайте стразики смотрите изначально конечно я поставила трафарет кто пропустил начало в начале был трафарет вот но дальше ваша задача очень аккуратно заполнять этот трафарет потому что иногда ну как элементарно человек не может этот трафарет заполнить получается грубейшая работа ну это как правило кто там на роспись никогда не учился рука не поставленная вы не чувствуете кисточку вот поставили стразики и давайте сейчас самый последний вариант показываю быстрый это для тех кто например не готов сидеть делать вот такую скрупулезную красивую ручную работу что я вам в этом случае предлагаю сделать вот так ну тоже берете любой оттенок бежевый ну давай что возьмем с вами ну можно этот 420 взять мы им делали им же давайте продолжим сушим смотрите первый слой делаете стемпинг а если например стемпинг не умеете делать потому что я знаю что есть еще много наших девчонок кто так и не приступил к стемпингу не хотят стемпингу делать просто сделайте первый проход опять рисунок какой-то мелкий например беленький вот либо отпечатываете стемпинг беленький вот напомню что есть кстати нейлкруст вот этот нейлкруст номер 59 тоже для свадьбы идеальный есть нейлкруст номер 61 тоже для свадьбы вот идеальный поэтому либо делаете на всю поверхность слайдер контурный вот такой белый либо вот отпечатываете стемпинг ну давайте я стемпинг отпечатаю что мы отпечатаем давайте вот этот рисунок возьмем здесь все они классные господи мои эти штучки прилипли также взяли молочный топ перекрыли я сейчас может кстати сильно активный рисунок взяла давайте переделаем сильно много орнамента надо взять что-то такое реденькое ну давайте вот этот вариант с цветочком эми да его возьмем так эти тоже наверное плотные ну ладно уже не буду в третий раз переделывать сделали берем молочный топ либо вы берете там молочную базу я беру топ и так же перекрывать все то же самое что мы делали в предыдущем варианте это я вам просто уже в конце эфира уже времени практически нет показываю для тех кому ну лень рисовать ну не охота вам даже невесту служить с росписью суши у нас есть прекрасный слайдер который вот недавно вышел это nail cruise 5d 44 офигенные такие объемные элементы мне так нравится я прям не знаю обожаю я островками вырезаю не вот так поштучно вот так кусочек например островок вырезала и парочка элементов для низа в водичку берем кто кстати с ними работал смотрите сколько можно классных вариантов свадебных сделать кому клиентов обслуживать с ручной росписью смотрите какие кайфовые варианты классно ну че ну че у нее хуже чем роспись прям лепка объемная вот поэтому обратите внимание если такая тема нравится берите сразу несколько вариантов это 5d номер 44 так понятно нам нужно перекрыть топ слайдером потому что здесь же липкости нет я чтоб вам сделала ну в данном случае наверное целесообразнее было делать базой а не топом потому что дисперсия нужна все водичка 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 все хотите можете при помощи стемпинга особенно большие куски они идеальные для свадебного монета вот эти слайдеры тут мне очень нравится что там на дальнем плане делаете такой легенький эффект аквариума стемпинг плюс молочная база а сверху вот этих малышей метробонд все и здесь красота конечно в том что когда покрыто матовым топом вот матовым топом мы с вами перекрываем а потом тщательно надо очистить элементы многие конечно боятся там типа а как это будет носиться вы знаете я вот с этими объемными 5d периодически же хожу вот нормально они носятся не пойдет же ваша невеста сейчас кастрюли пималюксом чистить ну конечно они не выдержат пималюкс вот сейчас кто маникюр носит особенно декоративно но они как правило ж не глупые женщины они в перчатках будут это все делать вот а так нормально если я даже сейчас вот излишки то поматовую беру сверху нормально будет носиться все и в финале мы с вами что получаем мы с вами сделали вот такой вариант мы с вами сделали вот такой вариант пишет катя поражают ваши работоспособности и бизнес и семья и творчество работа способность есть да я законченный трудо трудоголик но я я давайте так в конце я вам еще поговорю 5 минут завтра все равно в субботу я буду отдыхать но я за последние три года научилась как вот этот свой трудоголизм нивелировать и чтобы он меня не заводил в депрессионные состояния вот потому что был такой момент когда я переработала скажем так 20 лет работала потом ну так немножко устала что понадобился психолог вот сейчас я столько же работаю мне кажется вот я не устаю на самом деле многие спрашивают как ты до сих пор столько эфиров ведешь потому что многие же сейчас когда запрещенная социальная сеть инстаграм упала да многие про бросили вести прямые эфиры ВК тоже тут как бы так себе история с этими прямыми эфирами а я понимаю что никто не ведет а я буду вести вот поэтому прямые эфиры они требуют очень много выброса энергии плюс я же их веду подряд вот я только что из инстаграма пришла к вам и здесь еще час провела вот просто нужно любить то что вы делаете смотрите когда вы любите то что вы делаете и следите за тем чтобы все-таки где-то давать возможность телу и психики отдыхать да то работать можно очень долго в этой профессии я обожаю эту профессию я считаю что мастера маникюра профессия мастер маникюра мастер педикюра мастер универсал это самая стабильная самая твердая профессия для женщин в любое время кризис не кризис что сейчас происходит вы с этой профессии всегда останетесь знаете как с чувством безопасности внутри для женщины самое главное это чувство безопасности когда мы не чувствуем фундамент безопасность мы переживаем и через несколько лет это переживаем переходят в какие-то состояния депрессии вот так вот эта профессия она дает более или менее стабильные результаты в работе вот и если она еще вам приносит удовольствие вам просто и цены не будет и вы себя как эти будете всегда чувствовать безопасности скажем так спасибо большие девочки за обратную связь вы в запрещенке тоже дизайн показываете да я обычно дублируем на самом деле та аудитория которая здесь в контакте она в контакте то которая аудитория там осталась она там сидит вот поэтому да я работаю одно и то же показываю редко когда ваша лампа в будущем будет включаться от руки пока мы не планировали ее менять а я и дальше буду вести мне кажется меня с этих эфиров вперед ногами вынесут что мне только 41 год еще блин вся жизнь впереди вот кто за мной следит давно много лет вы знаете что у меня вот года три в течение трех лет особенно вот полтора года назад были разные поиски себя мне казалось что мне нужно сменить профессию я начала снова писать картины заниматься живописью поступила на переквалификацию повышения на второе высшее художник современного искусства я пошла учиться выдержала один семестр бросила пошла учиться вот сейчас я переквалифицируюсь тоже второе высшее получаю психологическое консультирование вот но вывод сделала один что вот сколько бы я сейчас за последнее время не перепробовала да возможно мне это когда-нибудь пригодится но я вернулась опять к ногтям я вернулась опять к маникюру и к работе вещать прямых эфирах это то что в принципе мне нравится и то от чего я не устаю как не казалось представляете то что я же работала на консультации психологические мне это нравилось помогать женщинам вот я даже ради этого смотрите пошла учиться на психологическое консультирование в сексологии и у меня это очень хорошо получается очень хорошая обратная связь вот но я поняла что мне больше нравится работать с маникюром вот такой вывод сделал всем большое спасибо я тоже хочу хочу все и сразу муж говорит у спаси кося хотя бы одно закончу потом другим займись это все зависит от человека женщина в отличие от мы знаете почему нам мужчины так говорят потому что мужчина он по физиологии своей вот у них такая психика организация психики они не могут одновременно делать много вещей одновременно потреблять информацию из разных источников одновременно учиться работать еще что там где-то хобби каким-то заниматься они это принципе психика так не устроена а женщина может другой вопрос главное что ваша психика это вывозила чтобы вы не выгорали вот но выгорание это нормально абсолютно раз в три в четыре года стабильно у всех всегда выгорание наступает просто многие из этого выгорания не выходят они меняют профессию вот а многие ну как бы побули в этой депрессии вы знаете депрессии это вообще очень хорошо это тоже полезно знаете побудет депрессии депрессии он находится в себе депрессия она для этого в принципе и нужна психике чтобы человек хоть чуть-чуть начал смотреть там эй там смотри а внутренняя я у меня тут то-то то-то беспокоит что момент депрессии понимаете вы начинаете в себя во внутрь заглядывать поэтому депрессии очень полезны заниматься самокопанием вообще и находиться внутри себя они вовне дали творчество таблетка от выгорания поэтому у меня очень творчество когда я конечно сейчас как с клиентами не работаю физически ногти не делаю кроме себя никому но тем не менее видите я же из профессии не ушла чем хороша эта профессия у нее очень много веток и ступени развития вы можете на разные ступеньки заходите пробовать а как еще эта профессия может раскрыться для вас вот для меня она раскрылась тем что я создала компанию по производству косметики я создала школу где обучаю профессии мастера маникюра я работаю как блогер на очень много делаю мастер-классов и показываю их людям прямых эфирах либо в записи кто-то откроет салон красоты кто-то ногтевую студию кто-то станет преподавателем да я тоже прошла это преподавание преподавал очень много даре есть школа им чтобы поучиться перед правильно быстро и очно есть у нас там дистрибуция отдельно школа отдельно и вот сейчас я знаю что откроется наверное еще один творческий партнер он тоже будет преподавать вот я сейчас попрошу менеджера чтобы он зашел и ответил на все ваши вопросы поэтому я сейчас выложу эфир и вы обязательно вернитесь потом и пересмотрели и пересмотрите ответ на ваши вопросы от менеджера хотя у меня такие же были попытки перепалифицироваться в итоге поняла что паникюр нравится делать записалась на инструктора вот у меня такие же попытки были они мне периодически всплывают в раз в 10 лет у меня вот такие попытки есть вот сейчас я думала у меня будет окончательная попытка и опять уйду либо психологию начну работать консультантом либо начну заниматься живописью но в итоге все попробовала и это остается у меня как хобби например вера мершниченко мне сейчас даже нашла клиентов я буду бесплатно консультировать ну потому что у меня сейчас диплом через месяц вот и мне хочется чтобы знаете уже закрепить навыки консультирования вот буду сейчас бесплатно консультировать клиентов но опять же я это делаю не с целью что я например пойду работать просто для себя я поняла что я для себя обучилась хоть и всем советую пойти обучиться на психологическое консультирование сексологии знаете для чего для коммуникации с детьми у меня же четверо детей представьте ну со старшим я конечно же опоздал ну например дочка и два младших сына особенно вот когда ты женщина и сыновья это все равно ну как бы две разные планеты я реально многие такие классные фишки почерпнула из лекции по психосексуальное развитие детей там очень много полезного для мам вот поэтому по факту я обучилась для себя нет девочки смотрите я не веду никакого консультирования записаться ко мне нельзя я пробовала год назад было классно прикольно я отработала с десятью клиентами я работала прям за деньги вела консультирование сейчас у меня будет проба пера сексология буду бесплатно консультировать но это как бы записывать я туда никого не буду там просто есть люди кто сейчас придут я бесплатно с ними поработаю что подточить свои навыки на этом все поэтому я жду вас на своих прямых эфирах мы будем с вами говорить про ногти про дизайн ногтей приходите на эфиры где работают наши эксперты они показывают больше про маникюр про наращивание вот я больше про дизайн это тоже терапия смотрите прийти вообще просто когда человек говорит голос вот у нас с вами тоже идет обмен энергии пусть я в этот момент говорю про маникюр про дизайн ногтей но вы об меня все равно как берете энергию перенимаете вот поэтому если там что-то с депрессией где-то на там вас на заднем плане фонит приходите ко мне на прямой эфир просто про ногти послушайте а вам просто будет хорошо вот это всем всем